21 июня 2013 года здесь, у подножия мемориала в деревне Абрамцево, состоялось торжественное перезахоронение останков 48 солдат 1170 полка 348 стрелковой дивизии и 97 полка 18 кавалерийской дивизии 30 армии, погибшие при контрнаступлении Красной Армии. Они были найдены неподалеку в поле в санитарном захоронении членами Дмитровского поискового отряда Рубежслава. Тогда было принято решение об установке памятного обелиска. В митинге по случаю открытия обелиска приняли участие ветераны и участники Великой Отечественной войны, глава Дмитровского района Валерий Гаврилов, местные жители духовенства, учащиеся кадеты Синьковских средних школ, члены поисковых отрядов. К митингу присоединились также участники традиционного автомотопробега по местам боевой славы Дмитровского района. Открыл митинг глава Дмитровского района Валерий Гаврилов. Он напомнил, что тот, кто думает о будущем, никогда не забывает прошлого. Для будущего поколения Великая Отечественная война – это символ победы над злом, пример храбрости и стойкости. Валерий Гаврилов поздравил всех с 70-летием победы и вручил благодарственные письма за содействие в установке памятника директору ритуального агентства «Ангел» Сергею Касаткину и предпринимателю Вениамину Анисиму. К словам поздравлений присоединился глава сельского поселения Синьковской Николай Зубов. Он также выразил благодарность предпринимателям за помощь в изготовлении и установке обелиска и подчеркнул значимость Дня Победы для всех россиян. В поселении проводится большая патриотическая работа среди молодежи. Созданы военно-патриотические объединения, кадетские классы, регулярно проводятся спортивные игры «Зорница». С молодежью работают члены общественной организации «Боевое братство». И вот наступила торжественная минута. Глава Дмитровского района Валерий Гаврилов и глава сельского поселения Синьковска Николай Зубов открыли обелиск. На массивной гранитной плите выбита дата перезахоронения 48 солдат, а автомат ППШ символизирует воинскую доблесть. Честь зажечь вечный огонь, привезенной с Красной площади Москвы, была предоставлена кадету Синьковской средней школы номер один Игорю Воронову, отец которого воюет в рядах ополчения Луганска. Он, кстати, оказал большую помощь членам поискового отряда «Рубежславы» в раскопках останков бойцов. Благочины Рогачевского церковного округа, священник Алексей, настоятель Ильинского храма села Синьково, протеерей Валерий, отслужили поминальный молебен в память о погибших на Синьковской земле советских воинах. Минуты молчания почтили память бойцов участники митинга. Затем состоялось возложение цветов и венков к обелиску. «Пока не похоронен последний солдат, война не закончилась» – это известная фраза великого полководца Александра Суворова снова прозвучала на митинге. Сколько еще таких безымянных бойцов лежат в сырой земле? Вечная память героям. В день Победы в Синьковском поселении был открыт еще один обелиск. Жители деревни Селиваново Валентина Милошова, Кирилл Попов, Владимир Романов, Вера Лукьянова вышли с инициативы установить обелиск в память об односельчанах, погибших в годы Великой Отечественной войны. В церемонии открытия памятника приняли участие глава сельского поселения Синьковска Николай Зубов, местные жители кадета Синьковской средней школы номер один, члены военно-патриотического объединения «Витязь», общественной организации «Боевое братство». Мины рвались от немцев, терзая в пуске.